Во-первых, здесь у них пошла такая линейка всяких травных ароматов, где из... Ой! Ну ничего, оно не разбилось. Переснимать не буду. Доброе утречко всем. У нас серый пасмурный день. В Латвии так бывает довольно часто, особенно осенью. И я все ждала, думала, а вдруг распогодится. Я вам какие-то красивые виды поснимаю. Но не дождемся мы красивых видов. Сегодня опять серый день. Ну, хотя бы пока дождь не идет. И решила сходить в секунди, потому что хочу еще посмотреть пижамки. Покупать их там намного получается выгоднее, чем в магазине. В магазине, я помню, покупала такие, ну, даже не теплые пижамки, такие хэбэ, легенькие, за 25 евро. А в секунди нашла теплые, замечательные, за 5 получилось. И вот сегодня тоже цена на каждую вещь, по-моему, уже 2,50. То есть можно купить отдельно там, наверное, штанишки и вверх. Или можно вместе комплект найти. Но, в общем, решила сходить посмотреть, потому что понравилось мне в пижамках. Вот. И заодно немножко покажу, как у нас сера на улицах. Покажу кое-какие тут последние посылочки с Алиэкспресса. Кое-что по мелочам, ничего крупного не было. Ну, в общем, такой небольшой вложик для тех, кто соскучился по нашему общению. Я в черном пальто опять. Ну, как же оно все к себе цепляет. Выхожу на улицу, всегда вижу какие-то мушиные волоски там. Хотя чище каждый раз. Надоело это делать, но само пальто нравится. Вот так вот все серенько, уныленько. Последние остаточки желтых листиков где-то. И вот такое вот деревце, какой-то канадский клен, что ли, посажен. Он дольше всех сохранился в красивом желтом виде. А мы идем на остановку. Это у нас так долларники перемещаются. 11.15. И сейчас какой-то троллейбус должен подойти. Ждем. Остановка пустая, людей нет. Все по своим делам разъехались. Ну, вот на велосипедах ездят, на машинах. Реклама АЦЦ. Кстати, он реально неплохо помогает, когда кашель. Очень тепло сегодня. Поэтому воробьишки чирикают радостно. А тем не менее, у нас уже 7 ноября, завтра 8. И это Черная Пятница в Риге. Планирую сходить в какой-нибудь большой торговый центр. И посмотреть, что там будет из парфюмерии со скидками. Обещают большие скидки. Итак, мы в Хумане. И, как я и думала, сегодня любой товар стоит 2,50. Пижамки надо было покупать вовремя, их все уже разобрали. Поэтому просто примеряю то, что понравилось по цвету или по фасону. Такая вот маечка. Стягивается снизу и здесь на рукаве тоже. Почему-то только на одни рукаве. Еще одна понравилась цвету. Здесь такие блескотечки. Коротенькая, на мой взгляд, немножко, но хэбэ. Я уже как-то покупала подобное платье. Но мне нравилось тем, что есть эта вставочка, которая зрительно уменьшает. Но она у меня была маленькая. А вот эта по-свободнее. И хотя это тоненький такой трикотаж, но вполне возможно, что я его даже возьму. Еще одна такая интересная, немножко ретро. Мне кажется, платьица, коротенькая, свободная. Рукав можно вот так подбирать. Или оставить длинным. Все, такой болотный. Интересная здесь вышивка. Очень пестрая, нарядная блуза. Тоже, по-моему, уже немножко старомодная. Вот это жабок какой-то тут. Такая серая, как будто вареная рубашка хлопковая. Рукавчик подбирается. Немножко маловато, мне снизу. А так можно именно взять на лето. Говорят, сейчас модно такие коротенькие джемперы. Но они мне вообще не идут. Взяла посмотреть. О, блин, у меня уже намного больше нравится. Хотя, конечно, могут быть побольше. Хороший голубой цвет. Такая обычная майка. Я собралась уходить. Тут вынесли такую интересную вещицу, типа куртка. Сделана как шубка. Тюгриц не хватает. Это ерунда. Почему? Такая... Надо еще и обдумать, как ее тут носить. Что с ней делать. Ну, по размеру. Не знаю. Серый день продолжается. Какая-то изморозь не началась. Там солнце пыталось пробиться. Но не пробилось. А я уже еду домой. Купила всего один белый джемпер. Потому что он мне нужен под определенную вещь. Больше ничего не захотелось брать. Хотя вещей было много всяких интересных. Забежала домой переодеться и взять плеер. Он у меня такой вот маленький, старенький. Буду слушать музыку, потому что нужно поехать в интернет-магазин забрать заказик. Я уже получила свою посылочку. Ну, как нетрудно догадаться, это очередной аромат. Очень интересный, туберозный. Дома покажу, расскажу. Пока двигаюсь снова на остановку. Испомнила, что мимо там буду проходить еще одного магазинчика секундика. А раз у нас сегодня такой получается примерочный день, примерочный влог, то, возможно, зайду и туда посмотрю. Цены там, конечно, уже совсем другого порядка, дорогие. Но, может быть, что-то и приглянется. В это последнее время начинаю смотреть всех блогеров, которые живут в южных странах. Или у которых такие солнечные видео. Какие-то путешествия на юг. Ну, потому что до канала эта серость. Вот она такая будет все время, всю зиму у нас. И редко-редко, когда будут солнечные денечки. Кому-то это нравится, такая погода. Но меня же она навевает какую-то грусть, тоску. Я высматриваю везде последние желтые кустики. Давайте, пока я иду, научу вас нескольким словам на латышском языке. Приветствуем. Лабрит, это доброе утро. Лабден, добрый день. Лабвакр, добрый вечер. Теперь вы можете со мной так здороваться. Можно сказать, еще свои вики. Ну, это что-то типа привет. Почему я в том, кстати, где все время примеряю жилетки такие меховые? Наверное, потому что они здесь есть. Это хорошенькая, замшевая. По размерчику не будет. Только буду ли я вообще носить? Зачем она мне нужна? Опять же, у меня есть точно такая же, которую я покупала в этом же магазинчике. Но она размером поменьше. Это в силу, конечно, лучше. Такая приятная осенне-весенняя вещица. Поэтому я сейчас в раздолье. Может быть, стоит купить вторую такую, а то отдать. Такой интересный джампер, потому что у меня в руках не ховыли такие вставочки. Я его одела, чтобы померить вот такой вот веселенький сарафанчик. Он совсем без рукавов, поэтому нужно одевать на что-то. Это, если мне захочется, многослойности. Вот как-то так. Веселенький. И нашла еще одни пижамные штанишки. Тоже тепленькие такие, классные. Сиренькие. Такая неплохая курточка. Красненькая, яркая. Что-то не тянет на какие-то яркие цвета. Но можно и подождать, в принципе. Все, что я сегодня примеряла, можно подождать. Купить по меньшей цене, потому что здесь она снижается с каждым днем. Итак, я дома. И коротенько я вам расскажу о покупочках, которые в основном будут касаться не одежды. Потому что решила с одеждой подождать. Цена снизится обязательно в течение ближайших несколько дней. Там не было ничего такого, без чего я прямо жить не могла бы. Я приду и смогу купить все, что я смотрела, на треть, по крайней мере, дешевле. Красная куртка стоила где-то примерно 23 евро я взвесила. Серенькая 13 и штанишки 6. Можно подождать и купить все это немного дешевле. Поэтому сейчас покажу вам другие покупочки. А именно с Алиэкспресса тут парочку. И парфюмчики какие, как всегда. Купила вот такой набор различных ложечек. Тут даже есть вилочка. Надо внимательно читать. Когда я начну внимательно читать, что это кофейный набор для кофейных чашек. Я почему-то решила, что для чайных. И обрадовалась. Он там стоил какие-то действительно копейки. Думаю, ой, сколько будет у меня красивых ложечек. Но это кофейный наборчик. Они маленькие. Были и золотые, и серебряные какие-то, медные какие-то. Еще они мне понравились. Они очень классные, славные. Сделано так очень мило. Но придется все-таки сказать для чая. Чайных чашечек какие-нибудь другие ложечки. Хотя сейчас там очень многие наборы как раз именно с ложечками и мне приходят. Ну вот будет такой наборчик. Оставлю вам ссылочку под видео, если захотите. Ну, довольно приятный. И один кулончик, который мне тоже очень понравился. Он был на цепочке. Я его пересадила на шнурочек. Мне вообще-то кажется, что на шнурочке он более как бы... Более-более что? Ну, больше подходит ему шнурочек, скажем так. Вот такой вот простенький. Обратная сторона у него просто металл. Плоская, что значит, что он будет хорошо садиться. Вот размер примерно такой. Средненький и замечательно сделанная. Тут под пластиком или под стеклом. Но выглядит очень так недешево, красиво. Стрекозка. Такие тона приятные, сине-зеленые. Какие-то там даже детали. Что-то подсвечивается, что-то играет какими-то бликами. В общем, вот такой вот кулончик. Тоже оставлю ссылочку. Он там, по-моему, стоит евро с небольшим. Или даже дешевле стоил, когда я покупала. Кому нравятся такие вещицы, то можете заказать. И я тут думала, о, не буду я уже ничего такого по каталогам смотреть, заказывать. Потому что не было у меня каталогов в этом месяце. И сегодня открываю почтовый ящик. Оттуда мне уже успели кинуть Эйвоновские разные проспекты. Ну, поскольку я там числюсь, как бы, поэтому вот у меня новый каталог за ноябрь. Это будет, конечно, большое искушение. Там будет много интересных очень наборов и будут цены очень хорошие. Потому что это уже в преддверии новогодних праздников. Ноябрьские всегда интереснее декабрьского каталога. Это я уже обратила внимание. Именно много подарочных наборов уже. Они все запакованы будут в коробочках. Тут уже всякие такие новогодние тоже предложения. Меня просили рассказать, показать каталог. Потому что он отличается от того, что в других странах у нас какой-то свой. И я думаю, что я это обязательно сделаю. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть и цены, и что у нас есть за предложения. Сравнить, ну, кто, так сказать, в теме, тому будет интересно. Ну, вот постараюсь это сделать буквально в ближайшее время. И последнее, что я хочу сегодня показать, это будут несколько парфюмов. Можно говорить о парфюмерном снобизме. Я последнее время как-то редко уже покупаю бюджетные ароматы. Хотя не понимаю, собственно, почему. Потому что они бывают очень неплохие. И хороши и ценой, и упаковка у них хорошая. И бутылочки, и содержимое стойкое, весьма. Иногда бывает более стойкое, чем у дорогих парфюмов. Ну, может быть, где-то там какая-то у меня мысль, что это сделано не из таких качественных эфирных масел. И вот вокруг нас столько всякой этой химии, что если вам нравится аромат, то уже как-то мало думаешь о том, насколько там дорогое использовано. Насколько дорогие ингредиенты для его создания. И вот попались мне на глаза такие Биэсовские парфюмчики. Вот этот, по-моему, Тубероза. Написано Ауде Парфюм. То есть даже не туалетная вода. Очень милый флакончик. 100 мл или 75, но такой большой. А нет, 50 мл. Достаточно бюджетный. Я знаю, есть польская фирма Ларивы и есть вот это Биэс. Кто-то больше любит продукцию Ларивы, а кто-то больше Биэс. Вот с этой я как-то не была знакома. Чаще я покупала Ларивы и решила познакомиться. Тем более у них вышла серия каких-то совершенно потрясающих таких цветочных и травяных ароматов. И все коробочки вот такие. Грин Ботаник. Тут вот все такое изображены травы-муравы. А я травы-муравы всякие люблю очень. И чем травянистей и муравейстей, тем мне лучше. Ну вот, решила приобрести. Туберозы немножко кисловатенько. Я думаю, что они тоже повторяют какие-то, скорее всего, известные достаточно ароматы. Что-то, или, по крайней мере, на тему. Потому что, например, Зеленая Ботаника, она просто копия зеленого чая Элизабет Орден. Копия. Хорошая копия. Очень такая, с той же горчиночкой, с той же прохладой. Такая прелестнейшая. Буду ее использовать. Буду таскать с собой. Не жалко. Как бы 50 миллилитров вот такой вот прелести. Почему бы нет? Пускай будет. Следующие два уже такие более снобские покупочки. Потому что это хотелось иметь не просто Эауде парфюм, а парфюм. То есть это просто в чистом виде парфюм. Барбаре. Вот так коробочка выглядит. Название Black. Видите, там написано парфюм. На удивление, 30 миллилитров можно было купить по не самой сумасшедшей дорогой цене. Что я и решила сделать. Потому что интересно было посмотреть. И на стойкость, и на ощущения. Когда-то пользуясь настоящим парфюмом. Ну, надо сказать, что он насыщенный. На самом деле вечерний, тяжелый для меня. Даже для меня. Хотя я не настолько хорошо чувствую иногда аромат. У меня он не тонкое обоняние. Но он очень такой густой. Прямо ощущение такой тяжелой плиты, которая тебя слегка придавливает. Надо его, конечно, на себя наносить. Когда какой-то, мне кажется, свежий воздух вокруг. Потому что в помещении будет придушивать. Там было много миндаля. Там было и роза. Там было в составе много всего интересного. Может быть, я потом как-то вам расскажу поподробнее. О том, из чего он там состоит. Но вот первое впечатление такой тяжеловесности. Миндальности густой. Какой-то даже сливочно-пудровости. В общем, чего-то такое, что тебя засыпает. Заваливает. И ты еле там пищишь. И пытаешься выбраться из-под этих завалов. То есть, ну вот. Действительно чувствуется, что вот это такой аромат. Серьезный. Описала его, правда, так, что после этого никто не захочет его купить. Но, по крайней мере, может быть, вы захотите его попробовать. И вам будет интересно. Еще один в такой же черной коробочке. То, что я ездила, получала сегодня. Такая совсем черная. Причерная коробка. Нигде ни названия, ничего. Где-то оно тут сбоку оказалось. Бренд. Хисториес, Депарфюмс. И это линейка у них. Там есть туберозы. Три туберозы. И вот это конкретно вот такая тубероза. Виргиналы. Она, по-моему, считается с некоторыми фруктами. Последняя она такая животная очень. И первая. Не помню первая. Но все они, конечно, на тему туберозы. Поэтому этого цветка там много. На самом деле, кому нравится тубероза, то все сюда. Я почитала тут сбоку. Тут есть еще и мандарин. И жасмин. Тиаре. Ваниль. И что-то еще там, как всегда. Ну, много всего интересного. Но тубероза, она главенствует. Она, конечно, сумасшедшая. Я вот ее нанесла не так давно. Вначале это просто вынос мозга. То есть тоже нельзя. Надо где-то подальше от себя такие вещи наносить. Потому что они заполняют настолько собой все пространство, что ты просто перестаешь дышать уже. Ты дышишь только одной этой туберозой. И это, конечно, очень странное ощущение, надо сказать. Но это будет стойкий аромат, я так думаю. Может быть, не знаю, шлейфовый, не шлейфовый, но стойкий. Это будет очень насыщенный. Еще один насыщенный туберозный аромат. Мне нравится тубероза. Многие к ней относятся весьма так с подозрением пристрастием и всякими такими странными ощущениями. Потому что она главенствует, она подавляет. Она такая вся из себя серьезная, важная, но красивая. Красивая цветочная. У меня есть такие жасминовые пару ароматов, которые просто делают, как изумрудный город был, где все горело зеленым огнем, так все вот этим жасмином пахнет. А здесь все будет пахнуть туберозой. И больше ничем. И, может быть, потом найдется этот мандарин, ваниль и что-то еще, что в ней есть. Но пока это чистейшая, красивейшая, сумасшедшая тубероза. Вот такая история о парфюме. Такие мои истории на сегодня. Еще у меня масса дел, поэтому я с вами прощаюсь. Хороших вам, хочется сказать, выходных. Но у нас еще завтра пятница. Та самая черная, надеюсь, что что-то интересное я вам тоже смогу показать. И в перспективе, вот, обещала, надеюсь, выполню, сниму вам обзор каталога Эйвен. А пока, всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.